здравствуйте друзья в этом уроке мы сделаем чтобы подушки нашего дивана были обтянуты тканью с характерными складками в 56 уроке мы создавали заготовку аватар этой подушки и теперь мы ее вставим в программу малвелос дизайны для создания складок на ней а в прошлом уроке мы создавали складку ребром на торце нашего дивана и у нас шивалась ткань сейчас выделяем нашу подушку к ней мы применяли модификатор клов и как было сказано в четвертом кадре нас устраивает полнота и надутость этой подушки я выбираю четвертый кадр и переконвертируем щелкаю правой клавишей выберу эти тейбл поле теперь давайте скроем все объекты чтоб они нам не мешали и также имеет смысл поставить эту подушку в начало координат сцены чтоб при экспорте программу малвелос дизайны она у нас тоже появилась в нулевых координатах x я задаю 0 y 0 а вот z мы не будем задавать 0 мы немножко припадными над полом нашей сцены давайте здесь зададим 10 сантиметров она у нас будет немножко висеть в воздухе далее при выделенном объекте выбираем файл экспорт экспорт селект экспортировать выбранное формат экспорта я выберу обиджей имя задам вот соответствующие чмем сейф сохранить параметры экспорта я ставлю по умолчанию жму экспорт здесь жмем да сам файл 3d max а я сохранил с новым именем назову его 58 под номером нашего урока я закрою программу 3d max запущу программу малый с дизайн и здесь выберем файл импорт обиджей убираем соответствующие документы открываем настройках импорта ничего не меняем жмем ok в этой версии открывается окно аватар с editor которое нам не нужным я его просто закрываю и получаю подушку в соответствующем положении можно оставить подушку в этом положении ну давайте мы и повернем на 90 градусов так нам будет понятнее как ткань будет обшивать этот объект далее давайте раскроем 2d окно на весь экран так как сейчас она нам больше понадобится и создадим кусок ткани которая будет оборачивать половину нашей подушки щелкаем на инструменте ректангл щелкаем левой клавишей в любом месте 2d окна открывается окно здесь мы зададим параметры этого объекта исходя из размеров которые были заданы в 3d max и можно посчитать с учетом боковых половинок которые будут для сшивания по ширине у меня получилось 850 миллиметров и по высоте 600 щелкаем ok часто нам нужно создать выкройку для половины подушки теперь нам нужно создать ряд точек для этого выбираем инструмент edit pattern выделяем верхний отрезок щелкаем правой клавиши выбираем сплит параметре line 1 я выберу 70 миллиметров не отрезки будут по 70 миллиметров жмем окей то же самое проделаем с другими участками создадим 70 миллиметров с каждой стороны из каждой стороны у нас должно быть симметрично по точке поэтому обратно выделяем уже этот отрезок щелкаем правой клавишей обратно выполняем команду сплит нам нужно вот здесь вот выставить соответствующий отрезок здесь нам нужно справа выставить обратно 70 ну давайте мы сделаем это по-другому будем использовать другой же инструмент целях изучением сплит бай лэнг то есть разбить по длине здесь давайте напишем 70 здесь как вы видите можно указывать сколько отрезков нам нужно здесь мы оставим два отрезка они же в разделе direction у нас стоит три варианта вариант current нас устраивает также можно указать вариант реверса значит противоположной стороны и по центру щелкаем 10 кей убираем следующий отрезок щелкаем сплит пишем здесь 70 какие а вот здесь вот с левой стороны видите у нас отрезок добавляется около предыдущей точки которые мы добавили а нам нужно с другой здесь нам нужно указать уже другие параметры а здесь уже укажем реверс щелкаем и кей получаем нужное количество точек дальше нам крайне угловые точки нужно подвинуть центр для этого берем инструмент эдит он выделяем соответствующую точку и двигаем вот до получения 70 70 с каждой стороны наша выкройка готова теперь осталось ее сшить откроем два окна и давайте разместим нашу ткань там где она у нас и будет стоять чтоб она у нас корректно обшилась и нужно поставить поближе к нашему объекту и симметрично другой половинки которая будет с другой стороны здесь точность не важно но объект должен стоять в правильном положении копируем этот объект жмем control c потом control в ставим его рядышком ну так вот более-менее теперь наша задача правильно шить эти стороны берем инструмент сегмент свинк и сшиваем смотрим что объект у нас не перекрутился то есть все правильно вы помните нужно сшивать если вы щелкаете с левой стороны этой линии то с противоположной это тоже должно быть слева иначе объект может перекрутиться я отменю для тех кто не в курсе им если я щелкаю вот здесь потом указываю вот так вот например крест-накрест то мы видим что 3d окне у нас перекручивается точки сшива то есть так делать не надо так ткань некорректно будет шиваться это отменяем решивайте правильно теперь эту сторону с этой стороной дальше дальше вот эту сторону с этой стороной и эту сторону с этой стороны дальше сшиваем уголки в 3d окне проверяем как у нас получилось главное чтоб линии не были перекручены на чешевание будет некорректным вроде все правильно также нам надо было повернуть одну из плоскостей наизнанку давайте это сделаем иначе подушка некорректно сошлется щелкаем правой клавишей выбираем flip normal также давайте надуем нашу подушку немного выделяем две наших ткани и в окне проперти editor здесь у нас стоит 0 давайте здесь поставим один также давайте отключим гравитацию чтоб объект не падал вниз у нас заходим в меню preference simulation properties здесь у нас гравитация минус 9800 ставим здесь 0 запускаем нашу симуляцию объект сшивается далее нам нужно задать характерные складки для этого давайте увеличим саму ткань чтобы складок стала у нас больше здесь у нас растяжение ткани стоит по одной оси сто процентов и сто процентов давайте здесь поставим 108 процент здесь тоже сталось также параметр particle distance то есть размер нашей сетки нашего объекта давайте уменьшим чтобы она стала более плотная чтобы складки были более корректные давайте здесь поставим параметр 5 и в моем случае из-за того что я поставил плоскости таким образом меня наоборот увеличением давление приводит как бы к сдутию объекта не на дутью объекта поэтому если у вас такая ситуация то здесь наоборот надо как бы сдувать объект да он убивается наоборот действие я здесь поставлю минус 2 тогда у меня объект надуется давайте скинер на минус один здесь поставим здесь я выбрал параметр 108 возможно у вас будет может чуть больше либо чуть меньше если вы хотите задать какой-то другой немножко рельеф либо количества складок этим параметром можно манипулировать ну давайте здесь я задам не 108 а 112 здесь тоже также можно было попробовать выбрать другую ткань для этого щелкаем на default fabric и здесь снизу есть раздел пресет где можно выбрать другой вид ткани например хлопок далее прежде чем экспортировать объект имеет смысл преобразовать треугольную сетку нашего объекта здесь как вы видите у нас треугольные полигоны четырехугольные поэтому вот здесь вот выбираем параметр quad далее видим что наш объект как-то потемнел здесь меня перевернулись нормали возможно у вас такого не произошло но в моем случае надо еще вывернуть наизнанку если у вас объект не поменял цвет на такой вот темный то значит вам это делать не надо поэтому я сейчас выделю два куска ткани жму правой клавишей и выберу flip normal видим что цвет подушек стал уже предыдущим и все правильно если бы я это не справил том 3d max и это было бы вывернуто наизнанку если это пришлось бы там менять либо здесь надо было это поменять заходим меню файл экспорт обиджи selected то есть выбранный задаем соответствующее имя чмем сохранить здесь лучше выбрать вариант тонким чтоб ткань была немногослойная также world соединить чтоб куски ткани были соединены и укажем сингл объект то есть одиночный объект а не с аватаром щелкаем ok переходим программу 3d max выполняем команду файл импорт выделяем это объект открываем здесь жмем просто импорт и получаем нашу подушку этот объект уже можно удалить эту подушку поставить на место где она у нас будет находиться далее в следующем уроке мы доделаем эту подушку создадим швы местах шивы этой подушки если будут вопросы по этому уроку задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке